Любая печь стоит в основе интерьера, то есть, как говорится, пляшем от печки. Эту стенку попросил передвинуть сюда, чтобы она не по створу печи была. В результате получили 4 косых угла и по 4-5 часов уже 2 раза копили и взрывали. Ни одной трещины нету. Смотри. Всем доброго дня. Сегодня мы приехали к ребятам на объект. Уже тут печка подросла. Достаточно высоко, да? До 3 метров почти. Вот баня. Рубленная, значит, кедр сосна. Это баня сруб, да? И задача была, значит, сделать печку, которая с управляемым климатом. Хотелось бы поговорить о чем? То есть, печник это не только человек, кто делает печи, но и вот, так скажем, как это? Дизайнерское решение. Дизайнерское, да? Стены, там, простенки, арки. Для начала. Для начала. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в нашем медиапространстве, да? Пространстве печного мира. Объект у нас вот такой вот баня. Печь берет на себя функции вентилятора, осушителя, обогревателя. Любая печь стоит, ну, в основе интерьера, да? То есть, как говорится, пляшем от печки, да? То есть, задаем печь, задаем ей формат, задаем ей стилевое решение, и вокруг него потом выстраивается весь интерьерный рисунок или картинка, да? То есть, вот сейчас печка есть уже, образ печи, да? Так, почти сформированный. Ну, заказчик бегает уже, ищет плитку на пол под нее подгонять. Может, еще и не это будет, то есть, на пол. То есть, как только хорит, получается, да? Да, привезли, что-то с гранитом связанное, да. Ну, и потом позовем Анну Вершинину, она вот сюда вот будет банника, наверное, лепить. Вот здесь будет банник с виником сидеть. Значит, ну, может, хозяйка сама будет лепить. Она тоже тестопластикой занимается, мне тоже очень нравится. То есть, она говорит, может, я сама слиплю из теста соленого. Вот сюда. А будет она стоять? Да, приклеится. Не нагреется сильно. А это не греется стенка. Пожелание заказчика было, чтобы эта стенка не грелась, потому что здесь тепла будет, говорит, достаточно. Подогреваемый бассейн, теплый пол, то есть, и приточный вентилятор с канальным нагревателем, то есть, ну, с канальным нагревателем, то есть, говорит, тепла будет достаточно. А здесь, говорит, мне, чтобы прохладно было, я с парилки вышел, чтобы посидеть, то и зачем мне здесь тепло. А если печка вся греть будет, она же вот общая пространство, печка стоит в общем пространстве. Если она вся будет греться, то здесь будет жарко. и вот печку отодвинули проем расширили да то есть вот мы предложили могут там короста да вот такая раковая опухоль на дереве в итоге она вот этот плинтус до половины вот так вот он закроет когда пройдет с год на сантиметров на 5 осядет куда и сейчас еще одна задача вот так вот пиливаться уже выбирали видишь то есть она закроет но садится будет арку прижмет но он попросил мы хотели его с этого ряда арку делать он говорит я буду головой биться где ты будешь биться 2 10 высота то есть как нормально он не а вот если гости приедут говорит высокие могут головой биться в нее давай выше поднимем подняли выше тут бревно мешает пришлось бревне четверть выбирать четверть выбрана в бревне и в под печи тоже четверть бревне выбрана на 15 сантиметров перед арка трехцентных самонесущих то есть хорошо стоит крепко но и вот с этой стороны она еще тут и светильники к ней сделали там надо доделывать все два кирпича в два кирпича досуга 20 светильники от высота птички 3 метра а греется греется он за фишка стоит три ряда ниже задвижка до сюда греется по высоте нет 32 ряда хрометром замеряли тревели стерили виды ну они как это фальш просто 32 ряда щиток это пить на 32 ряда ну в общем классика жанра это вот архитектурное решение с аркой да то есть архитектурно-дизайнерское решение то есть как оформить входную группу перегородка здесь же была одна комната здесь да вот вот перерубку просто ничего не было до отдыха и парилка с мойки была одна значит здесь вот решили сделать кирпичную перегородку то есть заказчик пожелал отгородиться так сказать от мойки и тех помещения и попросил ну чтобы полок в лес там да то есть отодвинуть и ну отодвинули получились косые углы как их состыковать вот лежит кирпич уголка нет уголка нет да и шпилек нет ничего нет все чистенький кирпич отшлифованы да все вот все все стоит все висит ну вот такие решения тоже архитектурные здесь вы делали чтобы как раз туда вместо на было чтобы полок двухметровый вошел лежачий эту стенку попросил передвинуть сюда то есть чтобы она не по створу печи было в результате получили четыре косых угла три внутренних по 130 градусов и один наружный 130 143 градуса то есть даже не 135 градусов то есть они все разные углы получились за счет того что мы сместили я до хотел 135 уложиться чтобы туда-сюда то есть нужно было перевязываться а получилось что у него здесь будет еще ну узел коллекторный и надо было то есть ставить сюда дверь то есть и вот чтобы дверь вошла ровно врезанная кирпич на герметик то есть без всякой пены без всего а косячка двери стоит то есть ну вот она плотничком сюда ровно в три миллиметра с зазором она вот врезается в кирпич он попросил ее врезать вот именно вот таким образом и все и получилось что пляшем от двери то есть дверь это туда-сюда покрутили чтобы прийти хоть маломайский целый кирпич без чопика ну получилась чтобы заложить получились углы немножко разные здесь вот здесь ну то есть по развороту ну и пришлось пилить соответственно вперед гридаада ещё просьба сделать стрелки попросил сделать как на голеве чтобы они были какую-то прошиты шибров tacky стрелки стрелки как надо ли фишка вы были да вот чтобы не было больших дыр вот вот так вот чтобы была смычка такая да на самом деле здесь все в перевязку сложено в перевязку почти на пол кирпича то есть каждый кирпич вот единственный первый стыковой шов идет 67 градусов на 67 градусов остальные запахиваются вот так вот запахиваются но стрелку попросил да 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 вот все они все они запахиваются один туда другой сюда запиливали потом угол туда запиливали там в первой сложной конфигурации кирпичи получались под по три сантиметра приходилось убирать на шишку да а рисунок сам вот этот подпиливать вот по этому углу по 67 градусов чтобы он стыковался рисунок чтобы стыковался а сам кирпич вот этот он уходит он туда половиной своей запахи на пол кирпича везде . вы перевязка ну и соответственно здесь перевязка на четверть но она получается четверть туда 4 сюда почти 12 сантиметров на 11 сантиметров перевязка до эркерная перевязка вот это это тоже архитектурное решение да то есть чтобы но на печках какой вот не применяем но здесь и на стенке тоже такое применили вот запах да получается вроде бы на четверть но с этой стороны четверть и с этой четверть то есть получается перепахивается 11 сантиметров почти пол кирпича то есть достаточно крепкая перевязка вот один наружный угол получился 130 градусов и три внутренних угла ну и со стороны парилки тоже два два внутренних угла кажется что при прислоненный шов на самом деле они все все перевязаны в пол кирпича то есть вот лежит длинный кирпич это короткий туда уходит да то есть половины вот этот лежит длинный а вот этот половинка он уходит уходит туда в него то есть ну в общем а рисунок от состыковали вот таким образом чтобы не было потому что когда я сначала ложили вот углы вот который угол получается на полу там камни да вот такой ему не понравилось что же дыры большие да дыры большие мне так не надо говорит давайте горит делайте как нибудь облагораживать им когда делали так некрасиво там-то ладно не видно здесь берет я буду лежать на полке вот так и любоваться на эту срамоту говорят делайте что в стрелке были здесь тоже можно это и здесь показать что закрывали дерево до брус вот прямо то что связь пошел сюда кирпича связь пошел по другой причине значит закрывали дерево до чтобы печная горячий пар да то есть но от каменки который горячий воздух от дерева его откинуть то есть пришлось сложить кирпичную стенку вдоль бревна вдоль бревна ну а куда ночью опереть пришлось вот делать напуском на месте вот напуском но и с одной стороны то стенка выпустится ни на чем не опирается пришлось эту стенку тоже выпускать а чтобы эту стенку выпустить и чтобы они вместе сюда не завалились пришлось и вот с этой маленькой колонны да смотрите архитектурное решение какое колонна шириной всего 14 сантиметров 14 сантиметров а головок на них почти 45 уже еще же вот почему вот эту начали делать потому что у нас труба выходила прямо в конек да и трубу отодвинуть да и нам пришлось такое решение так получается то что у нас щиток в эту сторону направлены то есть канал у нас вытянуты вот тогда а труба у нас вот если посмотреть по стропилам да поперек да что есть нам надо было вот этот последний канал пятерековые развернуть вот так в этом направлении на 90 градусов и соответственно труба из 38 сантиметров щитка до превращается в 51 то есть вот сюда выходит значит под нее надо подпорку делать под трубу поэтому от родился вот такой могучий карниз но один он стоять не будет потому что обязательно нас боков подпирать чтобы он не заваливался но раз ту стенку выдвигаем ну пришлось и на колонне тоже делать шляпу чтобы они пирамидой сходились в результате то получилось очень надежная крепкая то есть конструкция на пирамидальная тоже щиток 30 37 сантиметров 36 толщиной а напуск 45 у нас этот весь карнизм вообще весь находится в нет метров 30 до подвесе 38 38 38 то есть он весь висит в воздухе получается все ряды отбалансированы поэтому здесь но абсолютно надежная конструкция здесь вот эти ниши да это тоже одно из таких архитектурно-дизайнерских решений колонна нужно было чтобы дверь вмонтировать ниша образовалась но двери от деревянной до то есть противопожарная разделка мы решили ее солью гималайской заполнить здравствуйте еще до свидания да то есть как бы ну на этом наша встреча наверно подошла к концу да вы все 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 поняли да что печник это стык профессий дизайнер художник паяльщик лудильщик сантехник теплотехник столер плотник и так далее то есть потому что ну архитектурные решения часто сопрягаются со всякими разными тонкостями строительстве вот деревянное зодчество да то есть труба по графику в печке выходила ну вот в этом направлении пришлось разворачивать между стропилами на 90 градусов вот в этом направлении ну и соответственно усложнилась архитектурное строение печи то есть возникли карнизы гроты всякие многое всяких и прочее до плюсом плюсом пришло чтобы решить ну вот эти вот моменты то есть технические да то есть по строительству что все было крепко надежно и и трескалась вот мы топили печку пять часов до перемычка стоит тут клинчатая до маленький клиночек клиночек да вот это вот его даже почти не видно да это печку и печку уже несколько раз топили ванна все время красная да то есть в топке тысячи градусов и по четыре по пять часов уже два раза топили и взрывали ни одной трещины нет вот это швы вот кленовой перемычки вот они шовчики да их не видно ну вот после таких экстремальных нагрузок которые мы давали температурных ни одной трещины то есть и на всем массиве ни одной трещины это к вопросу о том армировать или не армировать толщина шва да то есть шов 3-4 миллиметра толщиной с учетом арматуры да то есть главное делать хорошо не бояться делайте хорошо чтобы не стыдно было не через час не через месяц не через два года то есть после того как сделал чтобы отношения заказчиком были ну дружелюбные хорошие чтобы я помнили добрым словом вот эти пожелания всем печникам всем хорошего всем хорошим всем пока стива спич на мир пока-пока